What's up, guys? Вы на канале Школы иностранных языков What's Up. Если вам надоело говорить банальное hello, то сегодня мы с вами узнаем новые фразы приветствия. А перед тем, как посмотрите это видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и жмите колокольчик. Ready, steady, go! В английском языке на самом деле тьма различных приветствий и вежливых вопросов, с которых вы можете начать разговор. Но на деле обычно лезет банальное hello, how are you? Давайте сейчас разберемся, как можно здороваться по-другому в разных жизненных ситуациях. Number one. Как здороваться со всеми? На самом деле в английском языке есть много универсальных фраз, которые подойдут вам в любой ситуации. В самолете вы хотите поговорить с человеком, в ресторане или со своим коллегой, можете смело использовать вот эти фразы. Good morning. Доброе утро. Good afternoon. Добрый день. Good evening. Добрый вечер. А вот фразы good day и good night мы используем, когда прощаемся. Поэтому не перепутайте. Number two. Как здороваться второй раз? В англоговорящей среде принято здороваться несколько раз со знакомыми людьми. Например, вы встретили коллегу утром в лифте, а затем в течение дня встретили его в столовой, здесь вам подойдет фраза hello again. Не перепутайте с it's good to see you again. Эту фразу мы используем, когда не видели человека несколько недель и, возможно, даже месяцев. Но если у вас разговор был пять минут назад и вы снова увидели человека, можно сказать «it's good to see you again» и это будет классной шуткой. Впрочем, если человек сильно торопится и вы уже с ним виделись и очень хотите поздороваться снова, не нужно тратить его время, просто помашите рукой или улыбнитесь. В такой ситуации это вполне заменит слова. Number three. Что говорить при встрече с друзьями? Предположим, что вы не просто знакомы с человеком, а еще знаете, что ему нравятся фильмы ужасов, Америка, пирожные, черешня и вы подписаны на его профиль в Instagram. Короче, этот человек ваш друг, тогда банальным hello не обойтись. Лучше поздороваться так. Hey, hi, what's up, how is it going? Number four. Как приветствовать тех, с кем давно не виделся? Nice to see you. Рад тебя видеть. Long time to see. Давно не виделись. What's new? Что новенького? How are you getting on? Как поживаешь? Если вы знаете, что у человека были какие-то сложности в семье или проблемы на работе, то можно поинтересоваться, все ли у него в порядке фразой Are you doing ok? Number five. Как звучат деловые приветствия? Для делового приветствия можно тоже использовать фразу hello или good morning. Но главное не забудьте добавить имя собеседника. Например, hello, Mr. Jones. А если вы впервые его видите, то обязательно представьтесь и назовите свою должность. И пригласите на чашечку кофе. А может и не кофе. Используйте следующие фразы. Please have a seat. Присаживайтесь, пожалуйста. Thanks for agreeing to meet with me. Спасибо за то, что согласились встретиться со мной. Can I offer something to drink? Могу ли я вам предложить что-нибудь выпить? My pleasure. С удовольствием. Number six. Как здороваться на вечеринке? Представьте, что вы попали на вечеринку, и вам нужно поздороваться и завести беседу. Используйте следующие фразы. Who are you here with? С кем вы сюда пришли. I don't think we've met. Кажется, мы не знакомы. Have you been here long? Вы здесь уже давно? Для знакомства на вечеринке подойдут беседы на различные общие темы. Еда, одежда, музыка, окружающая среда. Но не работа. О ней мы не разговариваем. Have you tried the dessert? Вы пробовали десерт? The food looks good. I can't wait to try the dessert. Еда выглядит замечательно. Не могу дождаться, чтобы попробовать десерт. I love your dress. It suits you very well. Мне нравится ваше платье. Оно классно на вас сидит. These decorations are wonderful. I like the balloons, flowers and tablecloth. Эти украшения чудесны. Мне нравятся шары, цветы и скатерти. Number seven. Что говорить в гостях? Ваш английский всех покорил и вас пригласили в гости на небольшую светскую вечеринку. Не тушуйтесь, поздоровайтесь и представьтесь тем, кого не знаете. You can call me. А вы можете называть меня и говорите людям, как к вам можно обращаться. Спасибо, что пригласили меня. I've heard so much about you. Я слышал столько много о вас. It's nice to put a face to a name. Рад познакомиться лично. You have a beautiful house. У вас красивый дом. Сегодня вы узнали много разных альтернатив банальному hello. Дальше будет еще интереснее. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите фразу в комментариях, которая понравилась вам больше всего и вы точно будете ее использовать. See you soon. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok